Христа Хвала Ему в поэмах и рассказах Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Душа взывать Христу не устает Где падала, прощения просила Ведь Он в борьбе нам руку подает Ведь Он один, прибежище и сила Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Все от Него и все идет к Нему Душа поет небесным отголоском Придет мой день, я ноги обниму Того, кто умер на кресте Голговском Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Вот почему мне хочется любить Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Субтитры создавал DimaTorzok Мне есть за что Благодарить Христа Он снял с меня греховную проказу И пусть теперь поется без конца Хвала Ему в поэмах и рассказах Александр II, российский император Стремился расширить демократические свободы Российской империи Он преуспел отчасти в этих попытках Но те демократические инициативы, которые он предпринял Они имели не только положительные последствия Но вызвали в свою очередь и новую волну Со стороны тех, которые пытались лишить императора престола Мы знаем из истории, что это был период Когда так называемые террористы Российской империи Предпринимали одну за другой попытки Для того, чтобы лишить Александра II жизни Одна из попыток у них была, когда они бросили бомбу Или заложили бомбу под поезд В котором должен был ехать Александр II Другая попытка была, когда они вновь пытались организовать взрыв В столовой Зимнего дворца Но если посмотреть на все эти семь попыток Ими предприняты 1 марта 1881 года Была их последняя попытка Которая оказалась роковой для императора Император погиб в тот же самый день Их попытка лишить императора жизни Увенчалась успехом Но как только на престол был коронован новый император Все эти пять народовольцев Которые принимали активно участие В этом покушении на жизнь императора Были казнены в Петербурге На Семеновской площади И сегодня, оглядываясь в прошлое На историю Российской империи Мы спрашиваем себя Была ли польза от этого покушения на жизнь императора? Подобные попытки Попытки покушения на существующую власть Желание свергнуть правящий режим Происходят в истории нашего мира постоянно Мы знаем эти примеры из прошлого Мы знаем эти примеры И, наверное, в особенности в Молдове Можно сказать, из недавнего прошлого И мы задаемся вопросом К чему приводят эти перевороты? К чему приводит желание смести тех, кто имеет власть? Наверное, есть смысл нам посмотреть на то, что произошло не только на этой земле Не только в истории этого мира Я думаю, нам важно сегодня усвоить уроки Уроки вселенского значения Когда была предпринята попытка Свергнуть того, кто является Властелином Царем всех царей Тому, кому принадлежит власть во всей вселенной И как мы договорились с вами Эта книга становится нашим учебником И нашей хрестоматии И я сегодня предлагаю посмотреть Что же говорит Священное Писание Об этом вселенском покушении на царский престол Я вижу в Откровении, 12 главе Начиная с 7 стиха Иоанн Богослов помогает нам увидеть Что же произошло в гораздо большем масштабе Чем просто лишь в одной отдельно взятой империи Мы видим, он говорит Эта война произошла где? На каком месте она произошла? На небе Архангел Михаил и ангелы его теснили дракона А он со своими ангелами яростно сопротивлялся Но не устоял дракон с ангелами своими И не осталось для них более места на небе Повержен был дракон, древний змей Называемый дьяволом и сатаною Обманывающий всю вселенную И мы закономерно сегодня спрашиваем Для чего нам это нужно знать? И я думаю, понять причины этой войны Нам каждому необходимо для нашей сегодняшней повседневной жизни Мы спрашиваем себя сегодня Если Господь говорит нам Ищите прежде всего Царство Божие И если мы ищем это Царство Божие Он говорит Все остальное приложится вам И мы спрашиваем себя сегодня И спрашиваем наших священнослужителей И спрашиваем наших пасторов И задаемся вопросом Господи, почему же происходит так Что мы ищем этого Царства Но даже в нашем поиске мы сталкиваемся с болью Сталкиваемся с болезнями Сталкиваемся с тем, что расстаемся с нашими родными и близкими Которых уносит смерть? Почему же в этом поиске Царства Божия Бог не проявит свою силу? Что же произошло с этим Царством Божьим? Кто же покусился на эту власть Которая принадлежит одному лишь Богу? И мы видим из книги Откровения Этого древнего змея Который низвержен на эту землю И будучи низверженным на эту землю Как говорит нам Иоанн Богослов Он начинает вмешиваться В исторический процесс земных государств Злой дух, прикрываясь желанием Облагодетельствовать жителей этого мира На самом деле увлекает людей К новым формам социального, экономического устройства В основе которых лежит противление Богу В основе которых лежит Царство тьмы И я думаю, мы с вами хорошо знакомы С этими попытками Даже с попытками тех людей Которые пытаются нас облагодетельствовать Тем, что удерживают нас От изучения Священного Писания Встречались ли вы с людьми Которые вас пытались удержать Или отговорить от того Чтобы свободно взять в руки Священное Писание И исследовать эту истину О Царстве тьмы И я думаю, эти попытки Они повсеместны Это желание змея О котором мы читаем в книге Откровения Оно проявляет свою силу И в Соединенных Штатах Где правительство на разных уровнях Тоже стремится вмешиваться В жизнь религиозных организаций И в Украине И в России Где пытаются ограничивать Религиозную свободу Я уверен, что Аналогичные попытки Можно проследить и в Молдове тоже Мы видим, что многовековая История земных государств Представляет собой Эту чудовищную смесь Борьбы между добром и злом Мы видим это зло Которое растлевает Сегодняшний мир В особенности, когда мы следим За теми процессами Которые происходят Не только в языческом Риме Или в Греции Но которые происходят И в наше время Я помню, как моя дочь Пришла со школы И говорит Сегодня нам в школе На уроке истории Показывали то, что происходило В 1994 году В Африке В Руанде И она говорит Я до сих пор не могу Не могу спокойно дышать Я даже Она говорит Я не могу представить себе Как я сегодня буду есть Когда нам показывали Как эти два племени Африканских Как племя Туци Подверглась истреблению Со стороны другого племени Как в течение нескольких дней Эти племена Не жалели ни детей Ни матерей Ни женщин Истребляя тысячами Когда правительство Руанды На самом деле Поощряло это Истребление Ни в чем Ни повинных людей Правительство на самом деле Даже распространяло списки Списки тысяч и тысяч Тех людей Которые были В монастырях Которые были В школах Всего лишь За несколько часов Более двух тысяч Студентов Были убиты В одном из Учебных заведений Их сгоняли В склады Сжигали сотнями В складах Живьем Сбрасывали В ямы В которых горели Шины от машин Люди Сгорали в этих ямах Живьем Мы говорим с вами Не о Второй мировой войне Мы говорим Не о концлагерях Мы говорим О том времени От которого Мы всего Отделены Несколькими годами Чуть более Десяти лет И мы спрашиваем Себя сегодня Почему же Это царство Тьмы Проявляет Такую силу В нашем мире Неужели Так было Замысленно От начала Богом Неужели Нельзя Все это Остановить Неужели Нельзя Остановить Слезы Матерей У которых Вырывали Из рук Этих детей Для того Чтобы их Жечь И уничтожить Я думаю Ответ На этот вопрос Мы найдем Именно в книгах Священного Писания Давайте Посмотрим Каковы же Причины Той войны Которая Произошла На небе Эти причины Ясно И понятно Открыты нам На страницах Священного Писания Той книги Которую я Верю Есть в руках У каждого из нас Во-первых Давайте посмотрим Кто же Был тот Который Покусился На этот Престол В случае С Александром Вторым Императором Мы знаем Это были Народовольцы Которым Казалось Они знают Лучше Как устроить Государственную Власть В случае С Богом Творцом Всей Вселенной Мы видим Другую Личность В Ветхом Завете Пророк Иезекииль В 28 главе С 12 стиха Помогает нам Понять Кто же Он Давайте Прочитаем вместе Так говорит Господь Бог Ты Печать Совершенства Полнота Мудрости Венец Красоты Ты Находился В Едеме Он говорит В саду Божием Твои одежды Были украшены Всякими Драгоценными Камнями Ты был Помазанным Херувимом Чтобы осенять И я Поставил Тебя На то Ты был На святой Горе Божьей Ты ходил Среди Огнистых Камней Мне бы хотелось Чтобы вы Вместе Со мной Читали Ты Совершен Был В путях Твоих Со дня Сотворения Твоего Доколи Не нашлось В тебе Беззакония Библейский Другой Библейский Пророк Пророк Исайя Использует Символ Царя Вавилонского Для того Чтобы показать Характер Люцифера Который был Совершен В путях Своих Который был Рядом С престолом Божьим А пророк Иезекииль Сравнивает Сатану Как мы видим С царем Тирским И тогда мы Должны Удостовериться Что те Параллели Которые мы Находим В книгах Ветхого Завета Это не Есть Лишь Речь Об Исторических Личностях Царя Вавилонского Или Царя Тирского В обоих Случаях Речь идет О Люцифере Давайте Посмотрим Почему Мы можем Прийти к Такому Заключению Потому что Во-первых Это Личность Мы видим Пророк Исаия Говорит Откуда Он пришел Пал С неба Он говорит Во-вторых Иезекииль Говорит Как он Его Описывает В нем Была Полнота Мудрости И венец Красоты Он использует Слово Полнота Для того Чтобы показать Что только Созданное Богом Существо Которое Было Рядом С престолом Божьим Могло Претендовать На полноту Мудрости Стих 13 У него Где он Находился Находился В Едеме Таким Образом Нам Становится Ясно Что это Не может Речь идти Об исторических Лишь Царях На этой Земле И еще Стих 13 Как он Был Украшен Всеми Драгоценными Камнями Ну и самое Главное Стих 14 Помогает Нам Понять Природу Что мы Что мы Читаем Он Он Был Помазанным Херувимом И более того Он был на Святой горе Божьей И был Каким он Еще Совершенным В путях Своих Нам становится Очевидно Ясно Что все То Что творит Бог Он творит Каким Совершенным Он творит Прекрасным Он творит Красивым Поэтому Если Манихейское Учение Утверждает Что Зло И добро Свет И тьма Существовали Во вселенной Изначально И вечно Мы видим На основании Священного Писания Что тот Который Посягнул На эту Власть Царского Престола На самом Деле От начала Был Каким Совершенным Обратите Внимание На это Совершенным В путях Своих И таким Образом Я могу Сегодня С уверенностью Сказать Что Слезы На этой Земле Не Вечны Страдания Не Вечны Боли И болезни Не Вечны И поэтому Я не хочу Чтобы никто Из нас Остался В заблуждении Относительно Царства Тьмы И Царства Света Но Наверное Возникает Естественный И закономерный Вопрос Почему Бы Бог Не лишил Люцифера Сразу Жизни Я думаю Ответ Мы находим Даже Сравнивая Народовольцев С Александром Вторым Александр Второй Или скажем Тот император Который Пришел После него Он лишил Этих Народовольцев Жизни И давайте Сегодня Себя Спросим Помогло Ли Это Избежать Будущих Попыток Лишить Императора Жизни Помогло Ли Это Избежать Последующих Революций Безусловно Нет То что Произошло С Александром Вторым Был 1881 Год Мы знаем Что происходит В 1905 Году Мы хорошо Знаем Что происходит В 1917 Году И после Этого Лишить Жизни Тех Которые Попытались Лишить Жизни Императора Не решает Суть Проблемы Любое Цивилизованное Государство Претендующее На этот Титул Цивилизованного Оно Стремится Или по крайней мере Претендует Гарантировать Право Свободы Своим Гражданам Но Интересно Обратить Внимание Что Само Понятие Свободы Свободы И права Граждан Появляется В истории Этого мира Всего лишь В 1789 Году Впервые Во Франции В декларации Прав и Свобод Граждан Появляется Такое Понятие Что Личность Имеет Право На Свободу Однако В Царстве Божьем Это Понятие Как мы Видим Было Заложено От Самого Начала И это Право И свободы Выбора Было Дано Люциферу С момента Его Сотворения Он Мог Избрать Жизнь По принципам Царства Божьего Либо Он Мог Избрать Неповиновение И желание Возобладать Этим Престолом И Естественен Естественен Сегодня Этот вопрос Почему Бы Богу Было Не лишить Люцифера Жизни Почему Бы Не Остановить Распространение Зла Во Вселенной Один Из Известных Философов В современности Пишет Вместе С любовью И свобода Есть Необходимое Условие Абсолютной Полноты Бытия И предельного Совершенства Мы с вами В предыдущем Стихе Прочитали Что Бог Сотворил Всех Совершенным И Люцифер Был Совершенен Если бы Бог Лишил Его Свободы Он бы Лишил Его Этого Совершенства И Лоски Продолжает Только Свободное Существо Может быть Поистине Совершенным И в Евангелии От Иоанна Христос Помогает Нам понять В чем же Это Подлинная Свобода Может ли Быть Свобода В рамках Царства Или в рамках Государства Может Говорит Христос Давайте Прочитаем Этот стих Который Поможет Нам Найти Примирение Между Свободой И Государственным Устройством Посмотрите Я жду Чтобы вы Помогли Мне Если Останетесь Верными Слову Моему Вы Воистину Ученики Мои Познайте Тогда Истину И сделает Она Вас Свободными Если Освободит Вас Сын Станете Действительно Свободными Христос Неоднократно Три раза Минимум В этих словах Подчеркивает Реальную Свободу Потому что Мы видим Люцифер Который Восстает Против Истинной Верности Слова Как вы видите В первой строчке Христос говорит Если Останетесь Верными Слову Моему Люцифер Избирает Путь Противления И путь Отказа От верности Этому Слову И таким Образом Он теряет Право Свободы Которым Он был Наделен От самого Начала Он Отказывается От этой Свободы Истинную Свободу Можно найти Только В повиновении Воли Божьей Но что же Лично Его побуждает Идти на этот Шаг Посмотрите Первое На что я хотел бы Чтобы вы Обратили Внимание Первое Люцифер Добровольно Избирает Путь Противления Потому что Он имеет Право Свободы А что Его побуждает Делать Второй Шаг Соответственно Мы видим Пророк Иезекииль Помогает нам Понять 28 главе Стихи 17 Давайте Прочитаем Этот стих От красоты Твоей Возгордилось Сердце Твое От Тщеславия Твоего Ты Погубил Мудрость Свою Что ставит Его на этот Путь Его гордость Гордость Тем Что он Получил Как дар Свободы От своего Творца Он получил Красоту Он получил Совершенство Он Отворачивает Свои глаза От Творца И начинает Смотреть На самого Себя Смотря На самого Себя Он Приходит Гордости В результате Того Что он Получил И вновь Пророк Исаия Говорит В преисподнюю Низвержена Гордыня Твоя Со Всем Шумом Твоим И действительно Он сделал Много Шума Известная Христианская Писательница Елена Вайт Пишет Несмотря На то Что Слава Окружающая Его Исходила Обратите Внимание От кого От него Самого Она Говорит От Бога Этот Могущественный Ангел Начал Смотреть На нее Как На какую Как На собственную Недовольный Своим Положением Хоть Он И был Возвышен Возвеличен Превыше Всех Небожителей Люцифер Осмелился Добиваться Славы Подобающей Только Творцу Вместо Того Чтобы Направлять Любовь И верность Всех Небесных Существ К Богу Он Стремился Заставить Их Преданно Служить Себе Мы видим Это Противление Желание Славы Которой Безграничный Господь Окружил Своего Сына Этот Князь Ангелов Домогался Власти Принадлежащей Только Христу Гордость В своей крайней степени Есть Вознесение Своей Личности Превыше Всего Того Что Существует Такое Гордое Существо Приписывает Себе Эти Божественные Свойства И Само Хочет Стать На Место Бога Отсюда Возникает Соперничество Между Сотворенным Существом И Творцом Дающим Эту Жизнь Посмотрите Как в Откровении 12 главе Давайте Вернемся К этому Тексту И Прочитаем Этот Текст В Откровении 12 Стих 9 Обманывающий Всю Вселенную Повержен Он Был Сброшен На Землю Вместе С Ангелами Своими Потерпев Поражение На Небе Люцифер В своем Притязании На Престол Божий Ставит Себя На Место Бога И Претендует На Право Управления Этого Мира Он Отвергает Божественное Добро Считая Его Несостоятельным Он Предлагает Своё Разрешение Социальных Проблем Он Предлагает Своё Разрешение Нравственных Проблем И В плену Этого Обмана Оказались Все мы Оказался Весь мир Потому Что Этот Обман Неизбежно Ведет К финансовым Проблемам И кризисам Ведет К экономическим Кризисам К кровопролитным Войнам Ведет К нравственному Упадку Но сам Дьявол Который оказался Низвержен На эту землю Он Не удовлетворяется Тем Что он Потерпел Поражение Он Начинает Соблазнять К этому Поступку Тех Людей Которых Господь Поселяет В Едемском Саду Дав им Право Жизни Дав им Свободу Дав им Радость Уподобив Их Себе Создав Их По образу Божию Все Что творит Человек Мы знаем Оно Совершенно Все Что творит Бог Каждая Звезда Является Отражением Божьего Характера Каждая Планета Каждая Из сотворенных Существ Несет На себе Отражение Того Совершенства Которое Сотворил Господь Посмотрите На младенца Которого Приносит Женщина Из родильного Дома И приносит Домой И когда Вы собираетесь Всей семьей Вокруг Этого Младенца И смотрите На него И пусть Этот младенец Будет не самым Красивым С обложки Журнала Но однако Смотря На этого Младенца Мы не можем Не видеть Этой Простоты Того Совершенства Которое Господь Задумал От самого Начала Постепенно Грех Начинает Входить В жизнь Даже И этого Младенца И мы видим Как уже С возрастом В подростковом Возрасте И далее Этот образ Теряет Свою силу Но Движимой Любовью Господь Творит Адама И Еву Первых людей Наделенных Правом Свободы Права Любви Права Жизни И сотворив Их По такому Праву Он Дает им И испытание Их верности В этом Испытании Их верности Мы видим Они Идут На сторону Люцифера Мы видим В Римлянам 5 главе Стихе 12 Апостол Павел Говорит Давайте Прочитаем Вместе Через одного Человека Адама Вошел В мир Грех Через грех Также Вошла И смерть Смертными Стали Все люди Ибо Все Согрешили И мы Естественно Спрашиваем В чем же Проявилось Грехопадение Адама И Евы Закономерный И нужный Вопрос На который Нам Надо Найти Ответ Мы смотрим Обращаясь К началу Священного Писания В книге Бытие Третьей Главе Мы Прочитаем Еще Один Текст Вместе И Сказал Змей Жене Что Он Говорит Подлинно Ли Сказал Бог Не Ешьте Ни От Какого Дерева В раю И Сказал Змей Жене Нет Не Умрете И Увидела Жена Что Дерево Хорошо Для Пищи И Что Оно Приятно Для Глаз И Вожделенно Потому Что Дает Знание И Взяла Плодов И Ела И Дала Также Мужу Своему Дьявол Пытается Влиять На Создание Первосозданных Людей Говоря Им Нет Не Умрете Он Вселяет В их Сознание Обман От Самого Начала Он Вселяет В их Сознание Недоверие Творцу Который Их Сотворил Бог Сказал Если Прикоснетесь К этим Плодам То Смертью Умрете Дьявол Люцифер Который В этом Тексте Также Назван Змеем Приходит Как и в книге Откровения Приходит И говорит Бог Говорит Нет Не Умрете Мы Видим Опять Как Дьявол Проявляет Свой Обман По отношению К людям И Этот же Христианский Автор Елена Вайт Продолжает И говорит Грех Наших Прародителей Положил Начало Преступлением И скорбям И если бы Не милосердие И сострадание Бога То человечеству Не на что Было бы Надеяться Пусть Никто Не обманывает Себя Возмездие За грех Смерти Мы видим Как это Возмездие За грех Это Сила Бесовская Захватывает Весь мир Я Недавно Натолкнулся На Замечательное Стихотворение Алексея Толстого Которое Размышляет О собственном Опыте Борьбы С этим Духом Тьмы Он пишет Бывают Дни Когда злой Дух Меня тревожит И шепчет На ухо Неясные Слова И к небу Вознестись Душа Моя Не может И отчаянная Склоняется Глава И он Не видя Ни радости Ни веры В меня Вдыхает Злость Кому Не знаю Сам И лживым Зеркалом Могучей Размеры Лукаво Придает Ничтожным Мелочам В кругу Моих Друзей Со мной Сидит Он Рядом Веселость Им У нас Надолго Отнята И сердце Он Мое Напитывает Ядом И речи Горькие Влагает Мне В уста И все Что есть Во мне Порочного И злого Клубится И растет Все гуще И мрачней И застилает Тьмой Сиянье Дня Родного И небо Синеву И золото Полей В пустыню Грустную И в ночь Преобразуя Все то Что я люблю Чем верю Чем живу я Мы видим Как сегодня Наши глаза Оказываются Закрыты Этим Обманом Дьявола Обманом Того Который Делает Все со своей Стороны Чтобы лишить Нас Той духовной Природы Которая Необходима Нам Для того Чтобы войти В Царство Божия Давайте посмотрим Как это Духовная Природа Человека Которой Был Наделен Человек С первого Дня Сотворения Как грех Входя В наши Семьи В наше Сознание В наш Разум Грех Лишает Нас Этой Природы Человек Был Сотворен Свободным В результате Греха Человек Становится Пленником Человек Был Свят и Чист Но Сделался В результате Греха Скверным И Грязным Был Красив И Светил Как тот Младенец Которого Приносит Мать Из Родома Но Сделался Безобразным И Темным Был Храмом Святого Духа Но Сделался Жилищем Нечистых Духов Почему же Первое Давайте Обратим Внимание Потому Что Вина За Совершенное Преступление Ставит Человека В Какое Положение В Положение Осужденного Вы Помните Что Происходит С Адамом И Евом С Адамом И Евой Когда Они Совершают Преступление Что Они Делают Движимые Чувством Вины И страха Они Бегут От Творца И апостол Павел Так же Говорит Кремлянам В 8 Главе Стих 7 Плотский Ум Богу Какой Он Враждебен Он Закону Не Покоряется Божьему Да И Не Может Это Чувство Вины Я Уверен Вы Хорошо Прослеживаете Их В Своей Жизни Если В вашей Жизни Есть Чувство Вины Скрыться От Глаз Других Людей Если Вы Виновны Перед Государством Вы Стремлитесь Скрыться От Возмездия Власти Если Ваши Дети Виновны Перед Вами Вы Видите Как Дети Пытаются Не Попадать Вам На Глаза Я Хорошо Знаю Это Из Собственной Жизни Знаю Хорошо Что Если Я Не Был Хорошо Послушен Своей Маме В то Время Как Папа Был В отъезде Когда Я Еще Был Маленьким Мальчиком И Я Знал Что Папа Возвращается На Следующий День То Я Всячески Старался Найти Причину Для Того Чтобы Скрыться Как Можно Подальше Для Того Чтобы Он Меня Не Увидел И Может Быть Мама Забудет И Ему Не Расскажет О Что Я Наделал В Своей Жизни Это Свойственно Нашей Человеческой Природе Движимые Чувствам Вины Мы Видим Наши Прародители Разрушат Теряют Эту Духовную Природу И Апостол Павел Опять Говорит Ведь Нам Всем Предстоит Оказаться Совершенно Открытыми Перед Чем? Пред Судом Христовым Чтобы Каждый Получил По Заслугам В этом Положении Грехопадения Мы Становимся На Положение Осужденных Осужденный Боится Суда Осужденный Бежит От Судьи Но Этот Грех Нарушает Еще Что? Гармонию Жизни И Общение С Творцом И Ведет Человека К Разложению Мы Видим Человека Сотворенного Красивым Человека Сотворенного Сильным Человека Сотворенного Прекрасным Грехопадение Разлагает Нашу Природу Разлагает Наш Разум Разлагает Само Наше Общество Но не Только Это Я хочу Чтобы вы Обратили Внимание Что грех Подобен Раковой Болезни Которая Ведет Человека К целому Ряду Последствий Давайте Посмотрим Что это за Последствия Которым Ведет Наш Грех Первое К чему? К физическому Ослаблению Во-вторых К смерти Третье К духовной Декрадации И Идолослужению Четвертое К социальной Дисгармонии Пятое К половой Распущенности Мы видим с вами Все эти симптомы Нашего Современного Общества И видим Сами Себя Отраженными В этих Симптомах Жизни Зараженной Грехом Мы видим Эту духовную Деградацию Нашего Общества Когда люди потеряли Представление о том Что ценно Что вечно Что важно Мы видим Это Идолослужение Современным Идолам Лишившись Лишившись Духовности Царства Божия Мы Естественно Влекомы К тем Другим Ценностям Которые Предлагает нам Общество Что это за Ценности Это Ценности Поп-музыки Современной Когда мы Становимся Рабами Этой музыки И только Лишь Видим Эти наушники Воткнутые В уши Эту музыку Которая Деградирует Сознание И душу Не только Подростков Но и души Взрослых Или Кинематограф Когда Наряду С замечательными Фильмами Мы видим Как массой Лавиной Идут Фильмы Того Производства Которые Лишь Разлагают Душу И тело Современного Человека И мы Видим Как дьявол Использует Все эти Средства Средства И телевидения Средства Кинематографа Средства Музыки Средства Современных Ценностей Для того Чтобы Полностью Разложить Нравственную Природу Которую Господь От начала Заложил В человека Но Эта Безысходность Греховного Выбора Переводит Человека К состоянию Отчуждения Я бы хотел Чтобы вы Обратили Внимание Это Состояние Отчуждения Проявляется В отчуждении От Бога Когда Адам И Ева Бегут От лица Бога И прячутся От него Это Отчуждение Когда Они Смотрят На себя И если вы Помните В саду Едемском Они Видели Себя В каком Состоянии Они увидели Что они Нагибли И они Что сделали Устыдились Испугались Это Отчуждение Которое Происходит Внутри Всех Нас В результате Греха Мы Раздваимся Внутри Потому что Греховная Природа Борется С нашей Освещенной Природой Царства Божьей Мы не Находим Мира Внутри Себя Вы знаете Как многие Люди Сегодня Заканчивают Жизнь Самоубийством Потому что Не могут Примирить Эти Борющиеся В них Две Природы Силы Зла И силы Света Это Разобщенность Внутренняя Разобщенность Души Разобщенность Сознания Нашего Мы видим Как это Разобщенность Когда они Бегут Из сада Едемского Что это За разобщенность Это Разобщенность С природой Которую Господь Дал Женые Этому Греху Начинают Указывать Пальцем На кого Друг На друга Что это За разобщенность Это Разобщенность Между Двумя Индивидуумами И поэтому Мы видим Мы видим Сегодня Эту Разобщенность В нашем Обществе Когда мы Видим Как Дух Неприятия Дух Критики Дух Национализма Становится Превыше Духовного Единения Царства Божия Потому что В Царстве Божием Это Гармония Это Гармония Людей Разных Господь Сотворил Адама И Еву Разными Он не сотворил Двух Адамов И не сотворил Двух Ев Он сотворил Мужчину И женщину Он сотворил Их видом Разными Он сотворил Их Психологическими Разными И в этом Божественном Замысле Эта Разность Должна Была Создать Эту Гармонию Единства И красоты Грех Вносит Разобщенность В наше Общество Общество Разваливается Общество Движимое Гордостью Насилием Пытается Поработить Один Другого Вы знаете Апостол Павел Делает Разделение Между Понятиями Грехи И понятием Грех Неоднократно В своих Писаниях Он чаще Использует Понятие Грех В единственном Числе Чем грехи Во множественном Числе Для него Грех Есть указание На нашу Природу Природу Нашей Мы стараемся Тогда Одеться Красиво Одеться Правильно Вести себя Культурно Сдерживать Свой Темперамент И все люди Смотрят На нас И кажется Им Посмотрите Какой Замечательный Человек Он готов Для Царства Небесного Ну а Говорит А представьте Себе Что к вам Эти люди Придут Домой Когда вы Их Не ждете И увидят Вас Тогда Когда вы Не ожидали Чтобы они Вас Увидели Он говорит Позвольте Мне это Сравнить С крысами Которые Живут У вас В подвале Он говорит Если вы Возьмете Свечку Или лампу И начнете Со светом Шумно Спускаться К себе В погреб Он говорит Вы придете Посмотрите Ни одной Крысы Нет в подвале Но говорит А попробуйте Спуститься В подвал Без света Без шума Внезапно Тихонько Вы увидите Этих крыс Повсюду Он говорит И я должен признаться Когда мы жили В одном из старых домов Еще в Туле Мы этих крыс Насмотрели Столько Что страшно Даже и вспоминать Об этом Я знаю Крысы В подвалах Живут Но он говорит Это те же Самые крысы Которые Живут В нашей Греховной Человеческой Природе Когда мы Забываем О том Что не внешние Наши поступки И действия Которые он Называет Грехами А нужно Он говорит Прийти К осознанию Что Царство Божие Должно Изменить Нашу Внутреннюю Природу Изгнать Всех этих Крыс Из нашего Характера Из нашего Темперамента Из нашего Состояния Духовного И тогда Он обещает Нам победу В Слове Божьем Он говорит Что эта победа Нам гарантирована Что Люцифер Претендующий На этот Престол Божий Он лишь Временную Кажущуюся Имеет Победу Елена Вайт Пишет Царь Славы Должен был Умереть Чтобы спасти Человеческий Род Может ли Быть более Сильное Доказательство Безграничного Сострадания И любви Божьей Он продолжает И говорит Тот Который Сына Своего Не пощадил Прочитаем Вместе Но предал Его За всех Нас Как Нам С ним Не дарует Чего Он говорит И всего Не дарует Нам Вместе С этим Обещание Он дает От самого Начала В Едемском Саду Обещание Того Что придет День Когда Мы увидим Эту Победу Победу Над смертью Победу Над притязаниями Люцифера На этот престол Победу Над этими Крысами Которые Живут В душе Нашей Победу Над теми Слезами Когда мы Плачем Расставаясь С родными Нашими Когда мы Скорбим Зная Что в нашем Теле Живет Раковая Опухоль Греха Я видел Как этот Рак Разъел Разум Разъел Должен я Сказать Мозг Отца Моего Всего Лишь Несколько Недель Тому Назад Когда мы Должны Были Расстаться С ним Я знаю Что этот Рак Рак Греха Сегодня Разъедает Наш Мир Сегодня Разъедает Души Человеческие Разъедает Души Подростков Наших Но нам Но Это Твердое Убедительное Обещание Что царство Люцифера Это Временное Царство На смену Этого Царства Приходит Царство Славы Приходит Божие Царство Которому Как говорит Даниил Не будет Конца Во веки И веки Я желаю Быть Частью Этого Царства Я не хочу Носить в себе Эту раковую Опухоль Я хочу Дать Возможность Богу Войти В мою Жизнь И совершить Операцию Вырезать Из меня Эту раковую Опухоль Если это Желание Вашего Сердца Я хочу Чтобы вы Молились В сердце Вашем И в разуме Вашем Когда Наталья Благословит Нас Этим Духовным Пением И во время Этого Пения Вы можете Передать Ваши Молитвенные Просьбы Будем Молиться В этом Пении И после Пения О том Чтобы нам Жить Жизнью Обновленной В Царстве Божьем Это одна Из самых Лучших Песен О Царстве Божьем Присоединяйтесь Ко мне Давайте Будем Петь Вместе Небо Ядема Так Называется Это песня Приглашаю Каждого Из вас Поем Дружным Большим Хором Моя Заветная Мечта Увидеть Небо Над Эдемом Мечта Самая Светлая Самая Нежная В жизни Моей Одна Моя Желанная Мечта Склониться Там У Ног Иисуса И Черпать Силу В Нем Всегда Домой К Спасителю Стремлюсь Я И Уместе Поем Небо Эдема Ты Моя Песня Небо Эдема Сегодня Мечта Самая Светлая Самая Нежная В жизни Моей Одна Пусть Эта Мечта Исполнится В жизни Каждого Из вас Пусть Царство Божие Наступит И мы Будем С Иисусом Услышь Услышь меня Спаситель Мой Верни Мне Небо Над Эдемом Хочу Я Вечно Быть С тобой Желаю Вновь Вновь Стать Совершенным Небо Небо Эдема Ты Моя Песня Небо Эдема Сегодня Мечта Самая Светлая Самая Нежная В жизни Моей Одна В жизни Моей Одна Это то небо, которое обещано нам, как осуществление Царство Божие Это та жизнь, ради которой Сын Божий пришел в этот мир, чтобы освободить нас от власти тьмы. Я не желаю жить во власти тьмы. Я не хочу быть подданным царства тьмы. Я желаю искать царство Божие. Я желаю искать правды этого царства. Чтобы сила Божия вошла в мою жизнь, очистила ее от этой раковой опухоли греха. Очистила от болезней, очистила от боли, от безысходности, от раздвоенности, когда чувство вины порабощает меня. Я хочу молиться, чтобы это же самое чувство вошло в вашу жизнь. Чтобы и вы исполнились этого желания быть свободным творением Божьим. Свободным от греха. Готовым войти в Царство Небесное. Давайте помолимся вместе. Господь наш, Ты сегодня, Господи, открыл перед нами причины скорби, болезней и страданий. Ты указал нам, Господи, на того, кто покушался на Твой престол. И в результате этого принес во вселенную грех. Разобщенность друг с другом. Разобщенность с Тобой. Разобщенность внутри нас самих. И сегодня, Господи, мы не желаем больше оставаться во власти тьмы. Ты нам, Господи, обещаешь победу. Победу Твоею силою. Победой крестной смерти Сына Твоего Иисуса Христа. Эта победа может быть нашей сегодня уже, Господи. Я молюсь о том, чтобы эта победа стала моей, Господи, сегодня. Я также молюсь о моих друзьях в этом зале. Молюсь о том, Господи, чтобы эта победа стала их достоянием. Соверши, Господи, эту операцию. Операцию очищения от рака греха. Очисти, Господи, души наши. Мы желаем жить в Твоем Царстве. А, Господи, а сейчас мы также просим об этих молитвенных нуждах. Я знаю, что мои друзья в этом зале просят об исцелении. Даруй, Господи, помощь по милости Твоей. Просят об освобождении от зависимости, от алкоголя, курения, наркомании. Господи, даруй это освобождение, потому что Ты желаешь, чтобы каждый из них был свободен. Они молятся о детях своих, молятся о внуках своих, молятся о семьях своих. Даруй, Господи, ответ на эти молитвы. По Твоей великой любви и милости Ты имеешь силу сделать это, Господи. Полагаемся на Твои обещания. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин